МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Дружбу приглашают на пешеходные тематические экскурсии. Четыре площади Нахичевани на Дону и Армянское кладбище. По будням и только по предварительной записи. Творческое наследие поэтов-танаитов, певцов ростовского андеграунда Зазерной школы выставили в одном из экспозиционных залов музея-заповедника Танаис. Рукописи письма, книги, фотографии и знаковые вещи поэтов Геннадия Жукова, Виталия Калашникова, Александра Брунько, Владимира Ершова и Игоря Бондаревского. 1 августа в Донской публичной библиотеке неактуальная поэзия Владимира Козлова и Олега Хославского. Читка стихотворений с обсуждением. Ассамбляжи, арт-объекты, кинетические композиции. Погрузитесь в цифровой мир художника Серафима Зимилева в новой выставке «Код Серафима» в Музее современного изобразительного искусства на Дмитровской. Александру Кайдановскому 23 июля могло исполниться 75 лет. К юбилею актера Почта России выпустила конверты и открытки с узнаваемыми кинообразами. А еще в кинотеатре «Большой» прошел спецпоказ фильма «Свой среди чужих, чужой среди своих». Сегодня в коллекциях филаталистов сразу два пополнения. Конверт с кадром из фильма «Свой среди чужих, чужой среди своих» и открытка по «Сталкеру». Так Почта России и партнеры отметили юбилей актера Ростовчанина. Тираж конверта, который мы выпустили, составляет 250 тысяч экземпляров. Эти конверты разлетятся по всему миру, по всей нашей стране. Но это отличный повод еще раз напомнить о том, что на Дону был такой великий актер. Портрет родмистра Лемки на спецконверте прислал Мосфильм. Именно там в 70-х кавалерийском полку служил актер Кайдановский, а Никита Михалков в 74-м году снял свой первый полный метр «Свой среди чужих, чужой среди своих». Для карьеры Кайдановского роль белогвардейца стала отправной, хотя, казалось бы, и не главное всего минут 15 экранного времени. «Вы знаете, а я вам не верю. Совсем. Отчего же?» Как потом скажут, неземная органика его, такая мистическая и завораживающая, просто не могла оставить равнодушными ни коллег, ни зрителей. Но выбор ленты для спецпоказа в Ростове к 75-летию Кайдановского удивил его старшую дочь Дарью. Если бы папа узнал, он бы расстроился. Он бы выбрал либо «Сталкер», либо какой-то из своих фильмов, конечно, для такого показа. Но я думаю, что нам будет приятно увидеть его молодым, юным, когда все у него впереди. И все его достижения у него еще впереди. Этим достижением через пять лет, а заодно и кинопроклятием. Ведь актер говорил, что играть-то больше некого, и стал сталкер Андрея Тарковского. Плакат с этим образом когда-то украшал дверь в его московской коммуналке, а сегодня украсил открытки. Первой погостила их спецштемпелем дочь. Но здесь, говорит Дарья, это не ее отец, а именно «Сталкер». А для нее он как отец остается не в фильмах, а в житейских мелочах. Он мне как-то поехал в командировку в Ригу и прислал банный халат. У него был такой же халат, и я гордилась, что у меня такой же халат, как у папы. Для меня папа – это тоже звезда, и для меня это всегда был какой-то человек, который на таком уровне высоты стоит, практически недостижимый. День рождения отца Дарья уже много лет отмечает традиционно, созваниваясь с друзьями и вспоминая его. А для поклонников творчества Кайдановского в центре Ростова есть памятное место. Пересечение Московской и Газетного у мемориальной доски на фасаде здания. Эта пятиэтажка стала домом для юного Кайдановского всего на три года. Здесь он жил с отцом и мачехой с 62-го по 65-й. Он ушел рано, но остался на экране как загадочный, необъяснимый и, пожалуй, самый неординарный актер отечественного кинематографа. Время виниловых пластинок еще не ушло. Меломаны уверяют, что цифровые носители не в силах передать все нюансы музыки. Композитор Алексей Хевелев поместил свои вальсы на винил, и тираж сильно ограничен. Всего 40 экземпляров подробностей в следующем сюжете. Вальсы, как рассказал нам композитор, это формат его видения жизни. Но даже сейчас где же им звучать, как не в старинном особняке? Можно сказать, что не просто состоялась премьера вальсов в городе Ростове-на-Дону, а это было некое сотворчество, потому что для меня лично музей изобразительных искусств – это то, что ассоциируется с городом Ростовом-на-Дону с очень раннего детства. Пластинка – тот носитель музыки, для которого оформление обложки играет почти такую же роль, как начинка. Фотохудожник Сергей Сапожников стал не только продюсером выпуска, он и автор снимков на конверте. Очень часто называют виниловый диск и виниловый звук ламповым, то есть ощущение некой такой теплоты домашней, то есть даже когда ставишь, естественно, какие-то виниловые пластинки возрастные, ощущение, что некое такое потрескивание, как в камине. Переосмысление вальса как жанра. Собранные на одной пластинке они для композитора отнюдь не несут программного характера, ведь написаны они в самых разных местах с самыми разными эмоциями. Вальс, что мы слушаем, появился в хуторе Арпачин. Была поздняя осень, потрескивали дрова в шашлычном мангале. Сидела огромная куча котов, которые ожидали рыбы с рыбалки величиной 2-3 сантиметра, 5 сантиметров. И рыбаки с большим нетерпением ждали, что они все-таки поймают какую-то большую рыбу. Сейчас говорят о виниловом ренессансе. Цифровые носители не заменили винил, а только совсем ненадолго отодвинули в тень. И вот еще 40 пластинок с вальсами Алексея Хивелева. Когда-то вдохновляли Матис и Врубель, но творческие поиски в итоге привели к объективной реальности, к работе Сурикова, Эль Греку. Но есть и собственные ощущения. Сегодня участник творческого объединения на земле Ольга Минжели ушла практически от света к свету. Художницы зарисуют сразу несколько картин и через полгода готовят открыть персональную выставку. Здесь еще несколько слоев лисировки должно быть именно в фоне. И здесь потом стол еще будет и на столе луч света попадет. Продолжаясь светом в другой части, изображение словно оживает. Разделить его необходимо для остроты восприятия, поясняет Ольга Минжелей. Диптих Виноград поспел еще в стадии подмалевки. Художница рисует урывками никаких необдуманных мазков. Поэтому картина пишется уже несколько месяцев. Параллельно идет работа и над другими полотнами этой серии. Например, в той же цветовой гамме выполнен еще один диптих под рабочим названием «У бабушки». И тоже я здесь не хочу показывать лицо конкретно, то есть человек. Это просто такой образ сидящий в контражуре и много света за окном. Зима и как будто, ну не знаю, пустой стол. Черты лица размываются, как говорит художница, в мутную среду, акцентируя внимание на свете. Где-то там эта полоса, в основном в тени находятся, или вот здесь тоже. Здесь меня момент остановил, тоже Кира проснулась только, вышла и села на стул. И свет упал, и вот у нее так волосы засветились. Мне показалось это таким каким-то трогательным моментом. Почти на всех портретах в мастерской дочери Кира – младшенькая героиня последних работ. Старшая Саша – образ подростка и на свежих полотнах, и на более ранних, таких как зеленая слива. Здесь символичность во всем. Переходный возраст девочки сравнивается с незрелостью плодов. Интересно, что большинство картин лишены цвета. Вычищать работы от всего лишнего Ольга начала после трехлетнего вольнослушания в Санкт-Петербургской академии художеств имени Репина. Тогда вообще изменилась палитра восприятия. От насыщенной импрессионистской до более реалистичной. Произошло знакомство с академическим искусством. Естественно, тоже поменялись у меня и сюжеты, и восприятие цвета. Но когда вот интересный момент, когда я жила в Петербурге, я практически не создала чего-то такого вот серьезного. Архитектура города не привлекала. Придумывать сюжеты художница не любит. Все эмоции берет только с натуры. Родом она из станицы Староминской Краснодарского края и вдохновляется такими же провинциальными пейзажами. Так что обратный переезд в Азов стал новым витком в работе. В 2010-м появилась творческая группа «На земле», куда входят еще художники Александр Савеленко, Дмитрий Мясников, Антон Горяинов. Название отражает и стиль, и философию объединения. Наши корни и то, куда все уходят в конце жизни. Вместе выставлялись шесть раз, но Ольга мечтает и о персоналке. Все эти картины в мастерской обязательно объединятся в тематическую экспозицию, как надеется художница где-то через полгода. Следующий выпуск Ростова Культурного через неделю. Смотрите нас на сайте 1Rostov.tv, чтобы не пропустить самые интересные сюжеты культурной жизни города. С вами была Юлия Сурикова. До встречи.